Всем привет, с вами Mobius, и в этом видео я хотел рассказать, как установить пиратский Day Standalone. Для тех, кто перед покупкой хочет просто попробовать протестить, поиграть в это. Сразу вас предупреждаю, как и сами разработчики предупредили меня перед покупкой этой игрой. Ну не только меня, а всех, кто её покупал. Как бы, эта игра полна багов, в ней багов столько, что просто не передать. Зомби ходят сквозь стены, вы можете умереть в лестнице, зомби вас может ударить один раз и вы умрете одного раза из-за бага. Вы можете просто на ровном месте куда-то просто пропасть и умереть. Это просто пипец, я вам отвечаю. Я играл на лицушке, там, конечно, некоторые баги уже поисправляли, но это всё равно полная жесть. Вот. В общем, мне поможет в этом сайт gamedays.ru. Вот. И я посоветую вам две версии на выбор. Первая, это самая баганная из них, но в тот же момент самая играбельная с другой стороны, потому что там нет всяких ненужных обновлений. Первая версия 0.36.0.36.115.535. Это версия, где вы ещё, к примеру, как бы вам сказать, держите топор, допустим, не вверх, не вертикально, а так странно как-то держите. Ну, не важно. Некоторые видели. Что значит надо для того, чтобы установить эту версию игры? Для начала нужно скачать тренд-файл, который весит, сколько, 13 килобайт. Его качаете, там он весит 6 гигов. Так, сейчас мы его закроем. Закрыть не получится. Ладно. Вы скачали его 6 гигов потом. Потом все файлы кидайте в папку. У меня это уже сделано. Папку игры. Вот. DZ. 0.36.115.535. Дальше. Вы открываете файл Luma.Emo. Параметр конфигурации. Вот, вот этот. Здесь вы в самом низу. Нет, не в самом низу. Вот. Здесь вы меняете свой ник. PlayerName. PlayerNicName. Меняете. Сохраняете файл. Всё. Поменяли ник. Дальше. Ставьте... В свойствах поставьте только чтение. Дальше. Устанавливайте Visual C++ для Visual Studio 2013. Если не ставили в предыдущих версиях. Тут опечатка. Варсиях. Всё. Установка завершена. Дальше. Чтобы начать играть. Просто запускайте папку. Точнее файл DZ. Он у вас запускается. И вы переходите к игре, собственно. Запускать я не буду. Ну, в конце... В конце этого покажу. Просто у меня лицензия стоит. В конце видео покажу, что стоит поменять в настройках и так далее. Поэтому... Вот. Скачали, да? Следующая версия. Версия игры 0, 44, 116, 800. Это версия более новая. Там исправлены некоторые баги. Там и установка сложнее. Я её не устанавливал. Но вся инструкция есть здесь. Если вы хотите более новую версию, вы здесь посмотрите. И всё это установите. Сами поняли. Смотрим дальше. Вот вы открыли игру. Версии. И задаётесь вопросом. Где найти сервера? Сервера есть на этом же сайте. Просто прокручиваете вниз. Ищите нужную вам версию. Вот есть 0, 44. Которая новая. Есть. 0, 36, 115, 535. И тут вот есть все сервера. Заходите. Играйте. Просто копируйте вот этот адрес сервера. И всё. Или если будет другой порт. Не 2302. То меняйте порт ещё. Как это сделать? Я покажу далее. В начале игры. Когда вы запускаете. Вы встречаете вот эту вот табличку. Здесь вы просто нажимаете I understand. То, что вы принимаете все правила. Главное меню стоит ваш персонаж. И поменять вы его можете во вкладке персонаж. У меня стоит китаец. В принципе мне пофиг. Здесь справа меняйте свой нит. У меня стоит админ. Не знаю почему. Просто. Не пугайтесь. Если когда вы установите пиратскую версию. Что здесь написано ранний альфа доступ. Это как бы так и должно быть. Даже на лицензии. Потому что я сейчас сижу с лицензией. А здесь где версия. У вас если будет написана другая версия. Не та, которую вы устанавливали. Например вместо 0, 36. У вас будет стоять 0, 28. Не пугайтесь. У вас стоит версия 0, 36. Которая вам нужна. Сейчас скажу сначала для лицензоров. Для лицензионных. Сразу скажу. Если вы купили лицензию. Ничего не надо как для армы. Ничего не надо покупать. Другое. Ничего не надо скачать. Просто покупаете DZ за 999 рублей. И устанавливаете. И играете. Все. Сервера вы можете найти на вкладке сменить сервер. Вот здесь очень много серверов. Но пока что я выйду. Из списка серверов. Собственно. И. Скажу. Зайду в настройки. В настройках мы видим. Это будет как бы небольшая такая оптимизация. Звуки. Угол обзора. Угол обзора это фов. Как будет ваше лицо. Игра очень оптимизированная. Поэтому некоторые компьютеры. Например мой. Не очень хорошо с этой игрой ладят. Что я советую ставить. Вот это все. Вот так ставить советую. Объекты очень низко. Потому что это влияет как бы только на. На объекты издалека. Если вы увидите что далеко валяется банка. То вы ее плохо будете видеть. Ну. Это думаю не так важно. Ландшафт. Это качество травы. Тоже не очень важно. Облака. Облака вообще мне кажется не нужны. Но я оставил на всякий случай. Тени. Тени поставьте на норму. Это может помочь вам в перестрелках. Или всяких пвп. Текстуры. Текстуры. Видеопамять ставим автор. Это подберет вашу видеопамять. По вашему. По вашей памяти видеокарты. Детализация. Детализацию я советую ставить. Ниже чем на норму. А вот фильтрацию можно поставить на низкое. Но лучше не ставить на очень низкое. Так самый лучший вариант. Заходим в рендер. В рендере сглаживания самой не ставьте. Мультисемплинг. Не ставьте тоже. Хотя тут его и нету. У меня. Сглаживание граней. Вы можете поставить FXAA нормал. Или низкое. Ну или высокое. Очень высокое ставить не советую. Качество HDR. Не ставьте это значение на очень низкое. Ставьте просто на низкое. Объемное освещение сразу же отключайте. Качество постобработки. Ставьте либо низкое. Либо нормал. Либо очень низкое. Я поставил очень низкое. Сечение и размытие превращения отключайте. Это не нужно. Еще есть небольшой параметр. В строке игра. Это тряска камеры. Ее если вы любите хардкор. То. Или если вы просто куда-то бежите. То ставьте на максимум. Это. От первого лица. Будет смотреться довольно неплохо. Но если вы любите с кем-то перестрелиться. То лучше либо ставьте на 25%. Примерно вот так. Либо вообще убирайте. Как это сделал я. Перейдем к серверам. Для как бы пиратских друзей. Заходим во вкладку. Вы наверное увидели. Вот. Заходим во вкладку remote. Заходите. Здесь пишите как я сказал сервер. К примеру там какой-нибудь вот так вот. Да. И порт. Если порт другой то пишите как бы другой порт. Там 24.02 к примеру. Пишите. Нажимаете ок. И у вас находит сервер. Так. Я этого делать не буду. Попробуем сейчас зайти на какой-нибудь сервер. А я не буду заходить много людей. Ибо не хочу чтоб меня убили сейчас. Потому что сейчас мне это не нужно. Я хочу просто зайти и. Как бы показать вам саму игру. Кто ее не видел. Не знаю. Хотя те кто хотят ее купить наверное видели. По ней там летсплей там. Либо еще что-то. Давайте сервера ищитесь. Я думаю сейчас зайдем на сервер. Где есть один человек. Хотя бы вот сюда к примеру. Так вот. Заходим. Как мы видим там еще один человек на сервере. Ждем загрузочку. Вот загрузка проходит. В начале всегда небольшие лаги. Точнее большие лаги я бы сказал. Вы просто видите как промиссионные сильные. И сейчас на улице у нас ночь. Сильная ночь. Я вообще ничего не вижу. Давайте возьмем пистолет с. С фонариком. А не вижу ничего наверное потому что. Потому что я в электро да. Да собственно я в электрозаводске. Поэтому я ничего не вижу. Давайте снизим настройки. Потому что очень. Лагает. Как я уже говорил. Игра ужасно оптимизирована сейчас. На данный момент. Тени вообще отключить. Все у нас очень низкое. Поставим сейчас во имя того. Чтобы я вам просто показал. Что. Ну в общем что это так. Это я снижу. Что это сама по себе за игра. Так это у меня. Угол обзора балуется. Все собственно вот. Выйдем на улицу. Вот мы вышли. Сейчас ночь. Потому что недавно ночь вели. Раньше не было. Сейчас мы включим и третье лицо. Можно играть как от третьего лица. Так и от первого лица собственно. Не знаю. Сейчас мы куда нибудь убежим. Подальше от этого ужасного города. Я даже возьму сейчас. Руки в руки. Да. Как бы это стало не звучало. И. Просто куда нибудь убегу. Вот к примеру. К воде. Да. Куда бы еще. Кроме воды пробежать. Ну вот собственно. И играйте. Я думаю я вам помог с установкой. Все просто. Есть сайт специальный. Просто с его помощью. Вы играете в DayZ Standalone. Ну на этом я думаю в принципе. Можно подвести итоги. Подвести итоги. Вот. Автор проекта Дин Холл. Такой вот какой-то чувак. Создал игру. Вот. Да. Еще раз повторяю. Это ранний альфа доступ. Поэтому если вы купите игру за 1000 рублей. Не надо плакать там. Или писать куда-то. Что у вас игра лагает. Либо еще что-то. Это альфа версия. Это нормально. Все. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Если я вам помог. Если не помог. Пишите мне в группу ВКонтакте. Которая будет в описании. Все ссылки будут в описании. В общем-то. Ну и все. Вроде ничего не забыл. Ставьте лайк. Пишите в комментариях. Еще раз скажу. Подписывайтесь. Ну всем удачи. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok